Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 26 главу. «Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дне Авраама, и пошел Исаак к Вимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, которой я скажу тебе. Странствуй по земле сей, и я буду с тобою, и богословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам я все земли сей, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сей. Благословятся все имени твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец твою, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Происходит голод, и Исаак, появляется у него такая мысль «Уйти в Египет». И уйти в Египет — это значило поставить под сомнение свое призвание, свое предназначение. В Египте есть хлеб, в Египте... Дело в том, что Египет, он географически питается от Нила, от огромной реки Нил, и поэтому Египет очень мало зависит от дождей. Там так устроено сельское хозяйство, что разливается Нил, и Нил богато орошает поля, и Нил кормили цепоилиц, и он достаточно стабильный. Ну, редко бывали засухи, это была чудовищная катастрофа для Египта, но такое случалось редко. И Египет был достаточно безопасным местом для житья, потому что там был Нил. А вот другие земли на Ближнем Востоке, они сильно зависели от дождей, поэтому там голод случался достаточно часто. И вот уйти в Египет можно было уйти к относительной сытости и безопасности. Но Господь ему говорит, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. И Господь ему говорит, оставайся в земле, которую я дам твоим потомкам. Почему? Потому что он должен оставаться, ожидая Божьих обетований, он должен оставаться на земле, которую ему Бог обещал. Потому что если он уйдет в Египет, он там поселится, он там пустит корни, и он забудет про эту землю, которую ему обещал Бог. Но он не должен забывать о том, что Бог ему обещал. Он должен помнить, что эта земля принадлежит ему по Божьему обетованию, и поэтому он не должен из нее уходить. И Бог ему говорит, я буду с тобой, и богословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему я дам все земли сие, и исполню клятву мою, которая клялся Аврааму, отцу твоему. Бог даст Исааку его потомство, эту землю. Почему? Потому что он клялся Аврааму. Вот это обетование, данное Аврааму, завет, который Бог заключил с Авраамом, то, что Бог пообещал одному человеку, это остается в силе для всех его потомков. Бог благословит Исаака не ради каких-либо действий самого Исаака, но ради Авраама. Мы видим, как благословение приходит на Исаака, в его жизни осуществляется вот это обетование многочисленного потомства, потому что Исаак является сыном Авраама, потому что он принадлежит Аврааму. И это для Священного Писания важный момент, когда человек наследует благословение не за какие-то свои заслуги, а за то, что Бог обещал это его отцу Аврааму. Это имеет важную новозаветную параллель в том плане, что христиане обретают Божие богословение и Божие спасение не ради своих каких-то заслуг и достижений, но ради Иисуса Христа. Исаак обретает Божие богословение ради Авраама, отца своего. Это Авраам в свое время поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Это Авраам в свое время был готов исполнить Божие повеление, принести в жертву Исаака, сына своего. И Бог его богословил за это и дал ему обетование. Теперь Исаак живет как наследник этих обетований. Он их лично не приобретал, но он является их наследниками, потому что он связан с Авраамом, он его сын. За то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что было заповедано мною соблюдать, повелением и усталом и законы мои. То есть Исаак наследует богословение ради Авраама. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. И мы видим, что Исаак повторяет тот же трюк, что и Авраам, и он, в общем-то, побуждаем к этому тем же мотивам. Он боится. Он боится, что его убьют. И мы как-то отсюда, глядя, можем, конечно, ему сказать, что отчего же ты боишься. Тебе Бог сказал, и Господь лично тебе явился и сказал, что все будет в порядке с тобой. У тебя будет многочисленное потомство. Ты будешь странствовать по этой земле. Бог умножит потомство, как звезды небесные. Не будешь ты сейчас убит, потому что лично тебе Бог явился, дал вот такие обетования. Потому что нечего тебе бояться. Но Исаак боится. И нам это в чуже кажется, ну, странно. Какие у него основания бояться? Ему лично Бог обещал. Но Библия в этом отношении говорит очень важную истину о нас всех. Потому что опыт Исаака – это наш опыт тоже, когда, с одной стороны, мы веруем в Бога. Мы веруем в Слово Божие. Мы, несомненно, знаем, что Бог, конечно же, есть. Что нам даровано обетование вечной жизни. Что нам не о чем унывать, не о чем бояться на самом деле. Потому что мы знаем, что нам даровано Богом вечная жизнь. Но, тем не менее, мы боимся. Тем не менее, мы унываем. Тем не менее, мы начинаем чего-то бояться и опасаться. Как на это реагирует Бог? Как и в случае с Авраамом, Бог не говорит, ну, вот ты показал свое недоверие, теперь я тебя прогоню. Теперь завет аннулируется. Ничего подобного. Бог продолжает заботиться об Исааке, несмотря на то, что Исаак проявляет такую слабость и страх. Бог остается верным всегда. Даже когда люди, которым он верен, этого абсолютно недостойны и абсолютно не оправдывают. Этого доверия, тем не менее, Бог всегда остается верным. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекку и женою своею. И призвал Авимилех Исаака и сказал, «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя». Исаак сказал ему, «Потому что я думал, что не умереть бы мне ради нее». Но Авимилех сказал ему, «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И оказывается, что совершенно напрасно-то он пугался, что местный царь, он человек со своими моральными принципами, и это не разбойник, не злодей. Он знает, что раз она его жена, ну, никто его не убьет, никто не тронет здесь его жену. Тут есть закон и порядок. И напрасно он плохо думал об этих людях, что они собираются его убить. И напрасно он из-за этого начал врать. И он здесь оказывается в ситуации такого конфуза и унижения, когда он плохо подумал о людях, которые этого совершенно не заслуживали, и он перепугался, когда пугаться было совершенно незачем. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ещ меня во сто крат. Так богословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили или засыпали землею». И мы видим, что в жизни Исаака действует божье богословение. Это божье богословение проявляется в том, что он становится богатым и весьма великим. И в этом есть определенная божественная педагогика. Потому что в Ветхом Завете людям еще не открытая истина о вечной жизни. Для них это еще что-то сокрытое, что-то неясное. Вот божье богословение, оно проявляется здесь, на земле. Что человек жив, здоров, богат, у него все в порядке. У него многочисленное потомство. И тогда это божье богословение, оно проявляется вот таким вот посюсторонним образом. Конечно, в Новом Завете нам Господь уже открывает, что наша цель не в том, чтобы нам приобрести кучу мелкого и крупного скота здесь, на земле. Потому что мы умрем, и скота этого с собой не заберем. Наша цель – жизнь вечная и блаженная. Но в Ветхом Завете это еще не открыто, и божье богословение проявляется именно в земном богополучии. И из-за того, что он так обогатился, из-за того, что он так усилился, когда человек усиливается к нему, присоединяются другие люди, его работники там разного рода приживалы, люди, которые ищут его покровительства. И у Исаака, Исаак оказывается во главе такого довольно большого племени. Это вызывает определенную напряженность с филистимлянами. И о Вемелях сказал Исааку. Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Исаак, он кочевник, и поэтому ему можно, в принципе, удалиться. С этим и не так сложно. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама отца его. И назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам отец его. Есть толкование, достаточно старое, святоотеческое, которое придает этому событию откапывания колодцев духовный и символический смысл, когда источники благодати в нашей душе, они заваливаются грехом, они заваливаются нашими повседневными делами, и мы их должны вновь и вновь откапывать. И копали рабы Исааковы в долине Герарской, и нашли там колодезь воды живой, то есть проточной воды. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодезь, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. Он двинулся оттуда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». То есть Исаак, поскольку он кочевник, он живет в шатрах, он перемещается от места к месту, он находит место, где уже нет конфликтов, и там он спокойно поселяется. «Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, Отца твоего, не бойся, ибо я с тобою. Благословлю тебя и умножу потомство твое ради Отца твоего Авраама, раба моего». Тут Бог произносит такие ключевые слова для Священного Писания. Бог говорит ему, «Не бойся, ибо я с тобою». Человек в этом падшем мире, он преисполнен страха, и более того, поскольку человек привык, что в этом падшем мире он окружен угрозами, он окружен враждебностью, он и Бога начинает воспринимать как угрозу, и часто за неверием, за атеизмом стоит такой страх перед Богом, как перед угрозой. И не страх Божий, как благоговейное почтение перед Богом, но именно страх, как перед угрозой. И постоянно Бог говорит в Библии, «Не бойся, не бойся, не бойся». Бог приходит к Исааку не для того, чтобы его укорять, не для того, чтобы его осуждать, но для того, чтобы удостоверить его в своей милости, в своей поддержке. «Благословлю тебя и умножу потомство твое ради отца твоего Авраама, раба моего». Мы еще раз видим, что богословение приходит на Исаака ради Авраама. То есть Авраам своей праведностью, своим правильным выбором перед Богом, тем, что он поверил Богу, тем, что он послушался Его, он обретает богословение не только для себя лично, но и для своих потомков. И в этом отношении Авраам выступает прообразом Господа нашего Иисуса Христа, который своей совершеннейшей праведностью и послушанием, послушанием вход до смерти крестной, приобретает богословение для всех, кто ему принадлежит, для всех членов церкви. «И устроил он там жертвенник и призвал имя Господа, то есть совершил молитву, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец в долине Герарской. И пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахуза, вдруг его, и Фихо, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, постави между нами и между тобою клятву, и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебя одно доброе, отпустили тебя с миром. Теперь ты богословлен Господом». Он сделал импиршество, и они ели и пили. И мы видим здесь, что Исаак, он обижен. Его просили удалиться, он удалился, но в душе затаил некоторую грубость. Ему это не понравилось, и он высказывает им такую претензию. «Вы возненавидели меня и выслали меня от себя». Но эти люди, Авимелех, его приближенные, они пришли примириться, они пришли просить мира, они пришли заключить союз. И Исаак их принимает. Он показывает пример, что если люди ищут примирения, нужно обязательно примиряться. Он сделал импиршество, они ели и пили. И встав рано утром, поклялись друг к другу. Отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот день пришли рабы Исаакова, и известили его о колодезе, которую копали они, и сказали ему, мы нашли воду. И он назвал его Шива. Посему имя горду тому Бер-Шива, то есть Версавия, до сего дня. И был Исаак сорока лет, и взял в себя в жены Егудифу, дочь Бера Хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона Хиттиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Мы с вами прочитали 26 главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.